Всем привет! В скором времени часть боевых рейтингов сменится на одну ступень, а где-то даже на две ступени вверх. Объясняется это тем, что это один из первых шагов по реализации отделения техники Второй Мировой от послевоенной, так называемого слома эпох. По большей части все эти изменения направлены на танковую составляющую, но есть также исправление и в авиации. С неё, пожалуй, и начнём. F-104J будет перемещен с 10.7 на 10.3. Наконец-то в доводел без ЛТЦ получит снижение боевого рейтинга. Не понимаю, почему его не снизили раньше. F-8E, французский Крусайдер, тоже получит снижение БРа до 10.0. В отличие от американской версии, француза нет ЛТЦ, зато есть хорошие ракеты Матромэджик. Хотя сейчас все ракеты СКГСН активно уходят на контрмер. Риджану-9005 улетает на 6.0, а Ту-2С наоборот снижается до 5.3. Ту-Фьюри повышает до 5.7. На тот же боевой рейтинг уходит П-59А. Аэрокоммит самолёт специфичный. Это медленный, но очень манёвренный реактивный истребитель. Наверняка на нём набили статистику. J-5N1 улетает на 4.3. Это крупное снижение БРа для такого большого бомбардировщика. На 4.0 уходит сразу все Б-25, а на 3.0 улетает 410-ка с 50-мм пушкой. Теперь будет два самолёта в группе, которые находятся на одном и том же БРе. Хоркоммарейн повышает по боевому рейтингу до 2.3. Самолёту выдали возможность установки 20-м пушки, и логично, что у него должен быть другой БР. Далее идут изменения по симуляторным боям. Первый – это рокировка торнадо АДВ и акционного торнадо. Первый уходит на 11.7, второй – на 11.3. И верно, перемещается аж на 5.3. Забавно, что в РБ самолёт до сих пор удерживается на БРе 4.0. Что ж, теперь безнаказанно не поштурмить. Прямиумная чёрная вдова П-61 поднимается по БРу на 4.0, а линейная – аж на 5.0. Прямиумную версию, возможно, передвинули из-за добавления бомб, а вот линейная, скорее всего, была слишком эффективной. Далее идёт снижение боевого рейтинга двух зерох – А6М6С за боевой пропуск и линейный А6М5Х. Обе уходят на 4.7. А7М1, или как его называют «апельсин», поднимается по БРу аж на 4.7, что остаётся на одном уровне зерохами. И последний в списке фигурирует Ки-49, он снижается на 4.0. Дополнительно идёт повышение боевого рейтинга в РБ у китайских вертолётов – Z9V на 10.0, Z9VA на 10.3, а Z19E на 10.7. Всё же ракеты воздух-воздух и Китай имбовы, и зачастую зависший у земли вертолёт не видно, а он всегда поражает воздушные цели, что достаёт немалых хлопот. Насчёт флота я особо сказать ничего не могу, поэтому просто оставлю вам таблицу. И мы тем самым переходим к танкам. Список большой. В основном большая часть танка сдвигается на одну ступень. Как пример, АМЛ-90, БТР-80, Визельс-20, Z29, Ружка ИС-6 отправляется на БР-7.3. Следующая куча техники сдвигается с 7.3 на 7.7. Это Т-114, первый БМП, Центурионы, Мардор и Объект-120. И БР-1963 сдвигается скорее всего из-за отделения как раз таки техники Второй мировой. Но внезапно улетает 54-ка 49-го года. Ей на 8.0 повышает скорострельность и выдают кумнитивный снаряд. То же самое будет и с остальными 54-ками. На 8.0 также переезжает большая часть техники. Магахи, первый Леопард, АМХ-30, СТРВ-103 и другие. Думаю, перечислять полностью список не имеет никакого смысла. Он всё равно у вас перед глазами. Я просто возьму наиболее важные изменения, которые затронут геймплей техники. Так, например, 50-пятки. Ей тоже повышает скорострельность и отправляет на 8.3. Вместе с ней отправляются Турм-3, ПТ-76-57 и многие другие танки. На 8.7 уходит Т-62, Т-55АМ, финская 55-ка, Т-69 и Объект-435. Что главное, у всех этих танков увеличивается скорострельность. Далее следует список танков, отправляющихся на 9.0. Среди них есть Т-62М1, у которой тоже увеличивается скорострельность. В топе танк будет осуществлять перезарядку в течение 8 секунд. Это по-прежнему много, но всё равно лучше, чем было. На 9.3 сдвигается французский колёсный прем. Это тот самый сарай на колёсах. Честно, я бы оставил на прежнем бейре, потому что эффективность у него спорная и зависит от множества факторов. На 9.7 переезжает ряд танков, но интересен ХМ-8. У него будет заменён топовый снаряд на М774. А вольфпак будет на 10.0, как его линейный аналог. При этом у нас не будет особо отличий, потому что добавится снаряд М900. Теперь можно сделать связку А6 или А10 с вольфпаком, что позволит вам прокачать как танковую ветку, так и авиационную. Мой любимый Леопард с автоматом заряжания тоже переезжает на 10.0. Но тут вопросов нет, всё же техника была эффективной и разумно было её перетащить на БР выше. Пума с автопушкой снова уходит на БР выше. Вспоминается релизный боевой рейтинг 8.3 и какой большой путь преодолела техника до 10.0. По изменениям у Пумы будут удалены осколочно-фугасные снаряды, у стоковой ленты. То есть у нас будет полноценная подкалиберная лента в самом начале прокачки. На 10.0 также запрыгивает М60АМБТ. Который на этом БРе был в момент релиза. И недавно введённый QN506. Это китайский вариант БМПТ. На этом пока что все изменения. Ссылку на таблицу я добавлю в описании. Список не маленький. Я просто не хочу озвучивать каждый перечисленный танк, это заняло бы много времени. Да и вы в любой момент можете просто просмотреть таблицу. Я думаю, что это ещё не финальные правки, потому что часто добавляют новые варианты техники. Или наоборот, некоторые машины не переводят на новый БР. Пишите, что думаете вы насчёт этих изменений. Заглядывайте в описание. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok